В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Представителей Ленинского отделения боевого братства отвезут защитникам Тамбаса гуманитарную помощь, собранную в ходе благотворительного телемарафона. Ребята, которые на передовой обращаются за помощью к своим медикам, медики сформируют списки, присылают мне на телефон. В Видном завершаются работы по благоустройству нового сквера на школьной улице. Засаживаем однолетниками, полиусом, тагетисом и цинерарией. В Лопатинской школе состоялась лекция на тему профориентации молодежи. И рассказали каждую свою историю, каждую о своей работе, о профессии. Мы думаем, что тоже так же полезно. Килограммы медикаментов, перевязочных средств, витаминов и других предметов первой необходимости отвезут защитникам Донбасса представителей Ленинского отделения боевого братства. Средства на поддержку российских военных удалось собрать в ходе телемарафона, который прошел на нашем телеканале в День Победы. Пять с половиной часов в прямом эфире «Видное ТВ» зрители смотрели включение с мест проведения праздника интервью и сюжеты, посвященные 9 мая. Кроме того, сбор наличных проводился в кинотеатре «Искра», где изготовленные своими руками подделки продавали местные рукодельницы. В ходе благотворительного марафона удалось собрать почти 55 тысяч рублей. На эти деньги закупили то, о чем просили сами защитники Донбасса. Ребята, которые на передовой обращаются за помощью к своим медикам, медики сформируют списки, присылают мне на телефон. Тем самым прям текстовые сообщения, что необходимо. И также непосредственно командиры, которые находятся на передовой, смотрят по обстоятельствам, чего у них не хватает, каких снабжения и что заканчивается. Партия гуманитарного груза, собранного жителями Ленинского городского округа, будет отправлена солдатам, выполняющим боевую задачу в районе Мариуполя и Донецка. В Видном завершаются работы по благоустройству небольшого сквера на улице Школьная. Там, где раньше был заброшенный участок земли, теперь новая уютная зона отдыха для жителей и гостей города. Почти 10 лет на Школьной улице между домами 27 и 29 был заброшенный участок земли. Осенью прошлого года на этом месте начались работы по обустройству нового сквера. Здесь была планировка, здесь вывозили много мусора, очень много мусора было. Соответственно, в центре города все это находилось некрасиво, все это выглядело очень. Соответственно, все было проведено в порядок. Сейчас выглядит достаточно уже благоустроенно, где можно уже отдыхать. Благоустройство проводилось сотрудниками муниципального бюджетного учреждения Дорсервис. Трудились над созданием нового общественного пространства три бригады. По обустройству площадок самих и установке лабок и освещения. Соответственно, сейчас силами МБУ Дорсервиса выполняется озеленение. Мастер зеленого хозяйства Дорсервиса Любовь Третьякова рассказывает, по периметру сквера было высажено более 60 туй. Сейчас приступили к высадке цветов. Украшать зону отдыха будут несколько клумб. Начали новую клумбу делаем. Засаживаем однолетниками – колиусом, тагетисом и цинерарией. Будут подсыпаны, сделаны лунки под хвойными, чтобы вода задерживалась, когда при поливах не вытекала, как зря, а немножко под корень уходила, под хвойных растений. Небольшая, но уютная территория станет новым местом встреч и отдыха для местных жителей и гостей города. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. В Лопатинской школе состоялась лекция на тему профориентации молодежи. С учениками старших классов встретились представители недавно созданного здесь Совета отцов, которые поделились своим опытом в профессиональной сфере и дали советы, с чего стоит начинать при выборе разных специальностей. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Утро для учеников 8-х, 9-х и 10-х классов Лопатинской школы началось с интересной лекции по профориентации. Порядка 100 человек изъявили желание больше узнать о некоторых специальностях. Организаторы встречи пригласили на мероприятия представителей спорта, медицины, средств массовой информации и предпринимательства. Мы рассказали каждую свою историю, каждую о своей работе, о профессии. Мы думаем, что тоже так же полезно. Кто-то сделал для себя правильные выводы. И надеемся, что ребята подчеркнули что-то из этой встречи. Отклик со стороны старшеклассников спикеры мероприятия получили на месте. Возникла идея организовать экскурсии на предприятие. Генеральный директор Видновской дирекции киносети Павел Русаков пригласил школьников посетить телеканал «Видное ТВ» и газету «Видновские вести». Это перспективные профессии на сегодняшний день. Мы видим, как общество, скажем так, социально заинтересовано в этой профессии. Это необходимо доносить информацию, правдивую информацию, широко освещать и события, и мероприятия. И мы будем рады видеть ребят и поучить их, и попробовать себя в профессии дать. Кто-то из ребят с будущей профессией уже определился, другим было полезно послушать опытных в своем деле людей, каждый из которых умеет грамотно презентовать свою специальность. Очень многое рассказали о том, как можно построить свое будущее, какую профессию в будущем мы могли бы выбрать. Было очень интересно, познавательно, нам очень понравилось. Встречу со старшеклассниками по профориентации Совет отцов Лопатинской школы проводил впервые. Созданная в марте этого года общественная организация только набирает обороты. По постановлению нашей главы Ленинского городского округа было постановление, что создать Советы отцов на базе наших школ. В планах есть нашего Совета Веденовского открывать аналогичные филиалы направлению Совета отцов во всех остальных школах. Ведь они показывают высокую эффективность. Складывается продуктивное взаимодействие родителей с учениками. Эта встреча показала, молодежь в Ленинском округе целеустремленная, четко знает, чего хочет. И благодаря старшим наставникам у ребят появляется возможность сориентироваться на своем пути к успеху. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев. По данным ЮНЕСКО, сейчас в мире насчитывается около 38 тысяч музеев, большая часть которых располагается в Европе. В России их тоже немало, более трех с половиной тысяч. Телеканал «Видное ТВ» пообщался с видновчанами и узнал, куда предпочитают ходить они. Считается, что первый прототип современного музея был основан в Александрии еще в 290 году до нашей эры. Он так и назывался «Мусион». Там было огромное количество комнат, в одной из которых располагалась знаменитая Александрийская библиотека. В России же первым музеем считается «Кунцкамера», созданная в 1714 году по распоряжению Петра Первого. С немецкого его название переводится как «Кабинет редкостей». Сейчас в нашей стране более трех с половиной тысяч музеев. В мире около 38 тысяч. О них мы решили поговорить с видновчанами. У меня Твердяковка любимая. Твердяковская галерея. А что вам там нравится? Почему именно? Картины мне там нравятся. Потом я в Лувре была. У меня как-то больше воспоминаний об египетских музеях. Я там больше бывала. Музей песчаных фигур, Гиза, например, пирамиды. Ну а что же Ленинский городской округ? Жемчужиной культурной жизни муниципалитета является музей-заповедник Горки Ленинские. На площади в 300 гектаров разместились кабинеты квартиры Ленина в Кремле, научно-культурный центр музея Ленина, музей крестьянского быта, музей-усадьба Горки. Помимо горок, местом культурного притяжения является и историко-культурный центр, который помимо постоянной экспозиции регулярно радует посетителей интересными выставками. Как видно зарождалось, как первая улица Гаевского, заводская, школьная. Ну, все понравилось там. Первые заводчане, фотографии видела тоже. Вот, потом, как жили люди 60-е, 70-е, там какие-то вещи сохранены. Я была там, выставка картины очень понравилась. По-домашнему, можно сказать, уютные, небольшие залы, и можно посмотреть, все не торопясь, пройтись душевно. На территории муниципалитета в разное время существовало немало интересных выставочных пространств. Телеканал «Видное ТВ» старался рассказать о каждом. К сожалению, некоторые из них теперь существуют только в видеоархивах. Например, оригинальный музей обуви «Сапожок» на улице Советской, о котором мы рассказывали в 2016 году, увы, больше не существует. Но большинство культурных центров продолжает работать по сей день. Больше всего мне понравился музей МОЗ «Автотранса», где представлены уникальные по своей сути автомобили. И даже такой автомобиль, на котором, как утверждают, ездил сам маршал Жуков. 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев. Следом стартует ставший уже традиционным фестиваль «Ночь музеев». В России акция пройдет 21 мая. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Не успев отдохнуть после Кубка, видновский «Металлург» отправился в Краснодарский край на серию выездных игр в рамках чемпионата России по мотоболу. Первый матч у команды состоялся 17 мая в станице Полтавская. Спортсмены встретились с местным кировцем. Первый гол видновчане забили еще в самом начале. И вплоть до третьего периода хозяевам поля удавалось держать счет. Непростая игра была. Соперник подготовился на нас. Но на нас всегда готовятся все команды. Именно дома, когда играют. Гол забил Антон Гусев, пробил пенальти и обманул вратаря по центру ударю. В третьем периоде забивает гол Антон Гусев еще один с паса Ивана Крештопа. И такой же гол, похожий розыгрыш с углового, опять Антон Гусев забивает третий гол. И мы меняем, выпускаем молодых наших ребят, меняем вратаря. И они сыграли 1-1 в последний период. И забил Артем Ковтун. Закончился матч. Уверенные победы Металлурга 4-1. Впереди у идновчан еще три выездные игры. А 28 мая им предстоит сыграть дома. Спортсмены встретятся с командой Ковровец из Владимирской области. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин